так ребята всем привет такой вот сегодня пациент по-другому и не назовешь это у нас по стеклам нет не вижу так вот она выглядит значит это 6 шестой год 2006 год гамри 40 мотор 35 это в 6 следовательно у нас идет такое состояние смотрим да о чем это говорит вот о таком состоянии когда сто лет не мыта парктроники имеются две трубы по центру запаска ладно обо всем поподробнее так надо посматриваем сначала правую сторону машина была битая не сильно переднюю часть сейчас делаем эту переднюю часть передний правый угол фара крыло бампер капот остался целый машина у нас вся покрашена так покрашена в принципе в реалиях современного мира и цены на данный автомобиль то в принципе неплохо в принципе реальных косяков таких нету есть полирнуть бы и вот все эти вот пылиночки грязиночки все это вся сетка она уйдет вот эти вот вещи и вот эти вот какие-то непонятные проседания в общем ладно что из себя представляет этот автомобиль мотор в 6 накинул бампер просто чтобы он не валялся там у полу меня вот фара клеится фара фары лопнул два крепления так крыло уже покрашена поставлена от полирована то на такое его надо сейчас тряпочкой вытереть так смотрим что мы видим видим прежде всего что бросается в глаза машина вся грязная абсолютно смотрите сколько так сколько наверное дней или месяцев такая грязь должна образовываться смотрите все вот эти вот углы все вот это вот это вот просто не мытое много много дней смотрите крыша у нас конечно тоже покрашена присутствует характерная сетка такие вот штучки ну что давайте осмотрим сначала ее это будет одна из серий вот что мы видим кратера вторая серия будет наверное осмотр с точки зрения окраса толщиномера пока просто смотрим фара у нас оригинал ксенон везде вот такие штучки кратерочки но при этом все в принципе в принципе довольно таки неплохо стоит здесь единственное что чуть-чуть крышка убегает вперед но в принципе ну смотрите какая грязная здесь так вообще это все даже зеркала идти левая сторона как и правая ничего другого нет нового никаких ударов таких прям чтобы кое-где сохранена шагрень кое-где нету такое ощущение что машины деланы руками двух разных мастеров за два разных промежутков времени коррозии нет нигде герметик у нас везде присутствует сзади у нас стойки так здесь вообще нет никакого никакого здесь особенно больные места да у многих машин ничего нет абсолютно здесь вот только что то нет просто рыжая грязь это даже возможно конечно коррозия начинается возможно нет ладно машина у нас от двух хозяев первая ездила женщина потом купил мужчина вот на данный момент пробег составляет примерно примерно 280 290 тысяч километров смотрим на косвенные признаки этого пробега смотрите начнем как обычно с руля руль умотанный насмерть тут даже кожа слезла с этого из косточки с этой косточка поцарапана косточка короче под дерево или дерево шпон но кстати да надо отдать должное очень неплохое состояние смотрите лака вот на этом шпоне если сейчас ничего не увижу нигде я удивлюсь смотрите и сзади все неплохое нигде ничего не облезло нигде трещин нету посмотрите как классно все сделано так вот эти места ребра начали здесь стираться стираться серебрянка с кнопок да вот смотрите нет кнопки целые абсолютно музыка ходовые кнопки до горячие нормально начало подтираться здесь на тойоте на пробеге 300 грубо говоря на аутлендере это начало подтираться на пробеге 150 по крайней мере по опыту есть видео где я подкрашиваю их с пробегом 150 честным пробегом здесь вот пытается начаться так это по рулю на руль конечно да это оригинал это под перетяжку тут уже не замша уже что-то такое замусоленное такое все грязное больше все бросается глаза от это не опрятность смотрите какая грязь так джойстик левый поворотник и свет фар в принципе в принципе он чистый дальше чем мы дальше можем видеть стойка у нас почему-то вот так вот делает отваливается там можно увидеть наверное а вот она шторочка наша ну ребят это целая шторочка абсолютно целая почему тут отломано так вот так вот и надо сделать все там тоже самое панель вся грязная так здесь у нас подтерты надписи в принципе в принципе больше нет никаких кнопки все целые абсолютно селектор если бы не кожа вот это очень все неплохом состоянии я повторю это 300 тысяч дерево очень неплохом состоянии здесь вот у нас в принципе есть протир в остальном ну и вот эта вот кнопочка замусоленная то ли часто включали то ли что здесь такое опять же бросается глаза вся эта грязь смотри сколько грязи так в остальном дерево в прекрасном состоянии вот это конечно блин с деревом этот хром не смотрится мне кажется он какой-то цыганчины какой-то попахивает так это все у нас открывается нормально там просто за что-то зацепляется нет нет может она так и должно быть не до конца я не знаю все работает работает здесь вот отъезжает медленно отъезжает так что у нас тут еще руль рычаг сейчас посмотрим сидение потолочек в принципе есть пятнышки вот здесь учета здесь учет но не критично не так грязно как по всей машине подлокотник в принципе в принципе он он везде одинаковый одинаковая текстура что здесь например здесь она подстерта чуть-чуть но нет это просто очиститься не нитки не пушатся ничего все прекрасно да вот там грязь стандартно так поехали дальше простите включился компрессор сейчас будет немножко шумновато самое основное сидение и педали здесь у нас сидение разошлось вот это кожа видите это кожа видите как она себя ведет она ломается трескается но работает не пополам не вот как вот это вот требухание идет это натуральная кожа она единственное что трескнула только по ниткам вот они нитки то есть зашить тут проблем не будет боковина а вот она наша боковина нитки все пушистые хотя нет не пушат здесь вот вот они вылазят а вот наш искусственный хренатень как выглядит с другой стороны видите вот кожа видите замша замша смотри а вот искусственная эко вата или как она называется кожа приклеена к в общем такая красота здесь у нас так сидение электрорегулировка боковина здесь целая там сидение нормальное но также кожа потрескалась чуть-чуть но там таких обрывов нету педали вот разъем педаль газа абсолютно целая педаль тормоза сношена вот здесь сбоку не сильно конечно всегда в камрюхах вот это меня блин убивало не в камрюхах а вот у некоторых блин у немцев так вот сделано все плотненько заправлено а здесь просто кусок вот так отрезанный да вот там на присоске на липучке не более все смотрите криво обрезано просто кусок отхват кончился и все повлики кстати нормальные грязные что только нормальные опа чирик так здесь нормально все просто грязно кнопки здесь подтерты подкрасить с баллончиком будет все в принципе нормально вот это вот можно пульнуть черненьким аккуратненько так ручка протерта до основания но это вообще самое горячее ты ее всегда открываешь закрываешь порожек но тут на удивление нет никаких царапин все хорошо надпись камри еще целая здесь тоже нормально все кожа абсолютно целая как новая ну что вот такая вот она камри уставшая с гигантским пробегом ну как с гигантским для камри возможно это еще и не самая смерть но кстати проверяем шумизоляцию садимся закрываем дверь гораздо тише стало но есть одно но недавно абсолютно а именно в новый год с восемнадцатого на девятнадцатый год произошел я как не знаю точно что случилось ну в общем на в одной из головок по-моему как мне объяснили загнуло по-моему несколько клапанов по причине того что оборвало что-то что-то с муфтой случилось вот этой вот вот то ли шпонка там то ли ну это как хозяин сказал наверняка конечно ситуация там немножко другая но тем не менее это звоночек двести восемьдесят тысяч и вот такая вот штука а вот это еще место можно посмотреть вот эти грязные здесь просто химчисточку надо сделать ремни в таком состоянии здесь вот пушится чуть-чуть и не более назад уходит нормально оп и все лично мое мнение вот в этой машине двоякая вроде бы тойота вроде бы надежно ну блин уже пробег такой и какие-то ощущения вот я сейчас сюда на ней заезжал сейчас у нас 0 градусов на улице что-то все там-сям скрипит ну блин я не знаю ощущение уставшей машины которая еще жить будет и жить но она сильно устала просто есть люди которые это не замечают а есть люди которые это которым это очень сильно режет глаз все вот это вот то есть я не про грязь это все сиденье перетянуть или там другое поставить руль там ну все это перетягивается машины моется чистится полируется тут все чисто будет детайлинг сделать вообще будет четко но вот это вот общее ощущение когда ты вроде смотришь на машина она неплохая но ощущение в общем от нее исходит что это старый уставший автомобиль кому как кому что судить вам способны ли вы на таком автомобиле ездить либо вы начнете его переделывать под новый вложите в него определенное количество денег и потом на выходе поймете что проще было добавить еще сто тысяч и купить гораздо свежее автомобиль именно такой же решать вам так вот что вы видите что вы видите что вы видите что вы